Здравствуйте, товарищи! С вами Принц на сером козле и это обзор на третью и на четвертую одну восьмые первой лиги КВН. Также это объявление о конкурсе на тысячу подписчиков. Сразу об этом говорю, но условия конкурса я расскажу в конце. Ролик про кнопку переносится на сентябрь. Я на полтора месяца уезжаю для прохождения производственной практики в лагерь строгого режима вертухаем работать. Давайте по обзорам. Я сейчас на даче быстренько все записываю, потому что мне через час уже уезжать. Ведущий у нас Дмитрий Колочин, жюри Рубен Портивиан, Юлия Баландина, Игорь Азнабихин, Алексей Кривеня, Али Кокушкин. Игру открывала команда гиборда Дабку Найтэ из города Набережной Челны. Презентация про Челны средняя. Дабку Найтэ совет. Странный ход, но имеет право на существование. Улитка. Смешно. Подарок реквизитору средняя. Блок про букву Ф. Ну можно было бы получше, но по 300 смешная шутка. Я бы им сказал бы нет, Женя говорит да. Аквабатия, Москва и Пинск. Леха из флеш-рояля. Красавчик. Вот он очень подходит этой команде. Хэллоу Китти. Средним. Леху вначале на фотографиях. В фотоателье. Смешно. Репетитор по ОБЖ. Средняя. Менделеев и водород на белорусском. Рефрен на аналогичную миниатюру у Ингеборга Дабку Найтэ. Смешно. На кастинге американского боевика. Средняя. Все ирландские флаги в российских пабах. Смешно. Случай на кто хочет стать миллионером. Средний. Леха Ранетка. Так себе. Но вот Ранетки на мотив король и шут. В принципе неплохо. Я бы им сказал бы да. Жюри им тоже говорит да. Команда проходит четвертый финал. Какая прелесть. Потому что все эти команды из этой игры проходят четвертый финал. Желаны. Алма-Ата. Или Алма-Аты. Кому как нравится. Звонок от папы. Смешно. Казахский и русский язык. Очень смешная миниатюра. Хотя конечно у казахов. Да даже у Спарта подобные миниатюры. Про такой казахский и русский язык были посмешнее. Я бы им сказал бы нет. Жюри им говорит да. Продолжаем. Четвертая команда этой игры. Негоден. Лэти. Санкт-Петербург. Надоели порно-пародии. Средний. Я сейчас возможно матернусь. Смешно. Депутаты после интервью. Средний. Ознобихин. Смешно. Куплен. А. Купленная презентация курсовой. Правильно начал читать. Смешно. Я бы им сказал бы да. Жюри им говорит да. Знак качества. ВСИН. Краснодар. Меня телефон прекраснейшим образом подводит. Я скачал игру на телефон. Посмотрел. Ну обе игры скачал. Посмотрел их. Удалил. Удалил даже из корзины. И все равно у меня не оказалось памяти. Вот такой вот странный прикол от Xiaomi. Итак значит. Знак качества. ВСИН. Краснодар. Здесь шутят. Танцуют. Ну хочешь танцуют. Смешно. Песня о Пельме. Зачем-то я ее отметил. Не смешная. Ангелина Вовк. Смешно. Елена. Бывшая. Раститутка. Прекрасные эпитеты. Средняя. Грамота Маслякова. Смешно. Пять да. Смешно. Я бы сказал бы да. Жюри им говорит да. Итак. Четвертая. Одна восьмая. Первая лига. Жюри тоже. Ведущий тот же. Открывает. Игру. Гаргамель. Санкт-Петербург и Тында. Там играет Женя из Мои. Там играет этот седой. Как это сказать. Не просить. В общем. Седым куском. Прически. Волос. Из команды Квенросы. Я просто реально не знаю как его зовут. Я там кроме Ани никого не знаю. Так получилось. Женя Козерог Стрелец. Допустим. Камеди Радио. Смешно. Джиган. Пытается обогнать свою тень. Средняя. В Польше. Смешно. Я бы им сказал бы нет. Жюри им говорит нет. А Сидора Дунка. Или Дункан. Честно я никогда не знал. Как правильное ударение ставится. Рязань. Я его ни одной шутки не выписал. Потому что эту ересь писать. Честно говоря. Вообще не хотелось. Мне было абсолютно не смешно. Тут были шутки. За которые бы в советские времена. Им бы приписали звание враг народа. Потому что. Как вообще так можно. И это чемпионы международной лиги. В Беларуси с такими шутками они стали чемпионом. Я просто не видел их выступления международки. Я там с другой командой сидел. Из МПГУ. Кстати. Равиль. Тебе привет большой. Я думал ты это смотришь. Правда не знаю зачем. В общем. Я бы им конечно сказал бы нет. Жюри их отправило в режим ожидания. Леша в этом плане подвел. Потому что к девочкам претензий нет. Они девочки. Они добрые. А вот Леша мог бы им и сказать бы. Пару ласковых. Но не сказал. Ну и ладно. Ищем себя. Красноярск. Третья команда. Почему ты их в этой игре четыре. Ну ладно. Если кто знает почему четыре. Можете написать об этом в комментариях. Интересно было бы почитать. Погреб. Зато своя комната. Средняя. Где сейчас шутка была смешно. Трубадур смешно. Я бы им сказал бы нет. Жюри он говорит нет. Имени Янковского. Мурманская область. Разговоры о важном. Средняя. Кривенья потом вышел. Был в принципе хороший блок. Ну я бы им сказал бы да. Потому что Кривенья их конечно вытянул. И жюри им тоже сказала да. Теперь по поводу конкурса. Быстренько. Значит условия конкурса такие. Во-первых. Что разыгрывается. Будет разыгрываться три позиции. Третье, второе, первое место. На третьем месте тысяча рублей. По-моему неплохо. За тысячу попечеков тысяча рублей. На втором месте кружка с логотипом моего канала. Но не который, вот этот вот кусок УАЗа. А который, кнопка Ютуба, а поверх нее логотип Ульяновского автозавода. И там может еще что-нибудь добавлю. Посмотрим. Я еще с дизайном пока не думал ее. Но кружка вот фирменная будет. И на первом месте точно такая же кружка и футболка. С надписью либо Принц на Семь-Козле, либо если вдруг победит девушка, могу сделать надпись Принцесса на Семь-Козле. Что будет на спине, пока не скажу, еще тоже не продумывал. Потому что на моей футболке, которая сейчас в Москве, которую я хотел взять, но не взял, чтобы показать. Там логотип Ютуба. Думаю все-таки вместо него что-то придумать. Тот же логотип, совмещенный Ютуб УАЗ. Потому что эту футболку я, как сейчас помню, забрал из пункта выдачи, когда заказал NFC-майкеру через... Ой, не через, а что я хотел сказать-то. По итогам розыгрыша, который был в ВК. Там участвовало два человека в закрепленном посте. Кстати, подписывайтесь на ВК, на Телеграм. Все ссылки есть в описании. Я вас не прошу подписываться на политический Телеграм, на который никто не подписан. Кроме меня самого. Просто хотя бы на обычный. Ну, следите вообще за новостями. Тысяча подписчиков набрало. В Телеграме пять человек подписано. И 30 в ВК. Ну, не смешно даже. В общем, в этом. В ВК был конкурс. Когда будет тысяча подписчиков. Лучшим ответом я все-таки считаю ответ Александра Юршенко, а не Егора Чечина. По одной простой причине. Во-первых, он смешной. Во-вторых, значит, по двум причинам. Первое. Ответ смешной. Второе. Александр сейчас находится в... Не в... А... На прохождении... Или выбор... А как правильно? Какой лучше предлог сюда поставить? В общем, он сейчас проходит службу, срочную службу в рядах Вооруженной силы Российской Федерации. Поэтому не может участвовать в данном конкурсе. Поэтому я его автоматически добавляю. Там, собственно, можно было бы выиграть 100 рублей и право участвовать в этом конкурсе. Все. Александр автоматически участвует. Итак, в закрепленном... О, не в закрепленном, а просто в посте в сообществе Ютуба. Нужно написать комментарий. Я участвую. Дальше. Там будет ссылка в этом посте на Google форму. Или на Яндекс форму. Сейчас определюсь еще с этим. Когда буду монтировать. Нужно будет заполнить эту форму. Там просто. Имя. Ссылка на канал. Или название канала. И ссылка на соцсеть, через которую можно связаться. Это ВК. Мой мир. Одноклассники. Телеграм. Ну и все. И еще можно указать почту или номер телефона. В других соцсетях, в том числе в запрещенных, связаться не могу. Извините. Либо не зарегистрированы. Либо они запрещены. И я туда не могу войти. Да и нет особого желания. И у меня сейчас руки трясутся от того, что я злой на свой телефон. Итак. Все. На этом я заканчиваю. Конкурс я объявил. Обзор сделал. С вами был Принц на сером козле. До свидания, товарищи. Принц на сером козле. Продолжение следует...